Новый сезон сериала Игра в кальмара, экранизация Atomic Heart, вторая часть игры Marvel Spider-Man. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем видео. Всех с праздником, загружайте свой царский королевский лайк, но мы начинаем. Поехали! Журналист Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic рассказал, что Нетфликс начала работу над американской версией популярного корейского сериала Игра в кальмара. Компания пригласила к работе над ней Дэвида Финчера, известного благодаря таким фильмам, как «Бойцовский клуб» и «Социальная сеть». Финчер подписал контракт с Нетфликс в 2020 году и уже выпустил по нему фильм «Манг», собравший высокие оценки как от критиков, так и от простых зрителей. В настоящее время он работает над детективным триллером The Killer с Майклом Фассбендером и Тильдой Суиттон, премьера которого состоится в 2023 году. В настоящее время ведется работа над вторым сезоном игры в кальмара. По словам участников шоу, съемки начнутся этим летом, а премьера ожидается в 2024 году. Ключевой темой следующего сезона станет «Месть». Около половины российских игроков и разработчиков желают увидеть экранизацию Atomic Heart. Работники ВК Плей совместно с сотрудниками игрового направления Skillbox провели опрос на предмет предпочтений студентов-разработчиков и простых геймеров в области экранизации игр. Респонденты отметили, что наиболее интересными в этом плане являются Atomic Heart и Cyberpunk 2077, теле- или киноадаптации которых они хотят видеть больше всего. Третью и четвертую позицию по итогам исследования заняли God of War и Red Dead Redemption 2. Пятерку экранизации мечты замыкает серия Grand Theft Auto. Важно отметить, что респонденты могли выбрать сразу до трех игр. 68% геймеров и разработчиков положительно относятся к экранизациям игр. Каждый третий ценит адаптации за возможность посмотреть на историю под новым углом. Четверть респондентов считают, что успешные фильмы и сериалы способствуют развитию и популяризации игровой индустрии в целом. 21% отмечают, что экранизации дают возможность увидеть продолжение сюжета и лучше раскрыть персонажей. А 12% наслаждаются экранизациями из-за возможности прожить любимую историю заново. Релиз Marvel Spider-Man 2 состоится в сентябре. Об этом рассказал редактор Bloomberg Джейсон Шрайер. Кроме того, Шрайер по-прежнему считает, что отсрочка отряда самоубийц на 9 месяцев не приведет к значительной переделке игры. По его информации, задержка связана с полировкой и не имеет отношения к февральской демонстрации геймплея, которую все раскритиковали. Что касается Человека-паука 2, то ранее о сентябрьской дате релиза также проговорился актер Тони Тодд, озвучивший в игре Венома. Официальный релиз проекта заявлен на осень. Мультфильм The Super Mario Bros. Movie находится на пороге того, чтобы стать самой кассовой экранизацией игр в истории. Согласно последним данным бокс-офис МОЖО, с момента выхода на экраны 5 апреля лента собрала по всему миру 437 миллионов долларов. Это означает, что уже по итогу предстоящих выходных братья Супер Марио одолеют в прокате детектива Пикачу, заработавшего за все время 449 миллионов долларов, и займут его место в списке фильмов по играм с наибольшими сборами. Кроме того, братья Супер Марио в кино продемонстрировали крупнейший старт текущего года в американском и международном прокате, а также лучший дебют среди всех анимационных лент из когда-либо выпущенных. При этом картина удостоилась весьма средних оценок среди профессиональных критиков, но гораздо больше понравилась обычным зрителям. Electronic Arts представила второй кинематографичный трейлер Amortals of Aveom, на этот раз с кадрами геймплея. В ролике показали завязку сюжета вместе с персонажами. Вместо автоматов, использующих магию, события разворачиваются в фэнтезийной вселенной. Игроки возьмут под контроль Джака, который присоединится к Ордену Бессмертных, чтобы принять участие в войне за контроль над магией. Релиз Amortals of Aveom состоится 20 июля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X и S и ПК. На прохождение уйдет порядка 25 часов. Разработчики обещают включить в игру элементы метроидвании, а также возможность улучшать снаряжение и изучать способности. Что ж, ну на этом прекрасном моменте наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также спускайтесь вниз в комментарии, пишите как вам эти новости. Ну а я с вами прощаюсь, мы увидимся на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok